Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Саша, и в этом видеоролике я бы хотела вам рассказать о бренде Diodalia, который можно купить у нас в сети магазинов Золотое Яблоко. Я купила далеко не все продукты бренда, которые были вообще в арсенале. Например, у меня нет туши, нет никаких продуктов для бровей, нет у меня хайлайтеров или же пудры, или же кистей. Но, тем не менее, по крайней мере, все то, что вы увидели на превью, об этом я обязательно обмолвлюсь в этом самом ролике. Это видео будет снято у меня в формате нанесения макияжа, одного макияжа, и в выводах я приколю еще несколько версий образов, которые я пыталась воссоздать при помощи этих продуктов. Поэтому не будем тянуть, хотелось бы, чтобы этот ролик был не самым длинным на моем канале, и приступлю к нанесению макияжа. Начинаю нанесение макияжа с тональной основой, и сегодня это кушон от Diodalia. Представлен он у меня в оттенке nude beige, далеко не самый светлый, далеко не самый темный, и заявлен он как кушон с легким покрытием, легким нанесением, так же как продукт, который имеет натуральный матовый финиш. Упаковка здесь, конечно, на высшем уровне, да и в принципе у бренда вся упаковка невероятно классная, она эстетичная, ее приятно держать в руках, она рабочая. Ну и, соответственно, так как это кушон, здесь еще есть вот такой вот аппликатор, которым рекомендуется наносить тональный продукт на лицо. Оттенок у этого средства, как оказалось, в последствии для моего подтона кожи светловат. Именно легкий желтый подтон как раз-таки мне подходит, но в плане насыщенности все-таки он для меня светловат. С другой стороны, когда я делала подсъемки при дневном свете, он идеальным образом слился у меня с шеей, но при этом то, что вот ниже, оно как-то, не знаю, потемнее, что ли, казалось. То есть какой-то диссонанс все-таки есть, я предпочитаю некий такой компромисс находить в плане полутонов тональных продуктов. И нюанс, к которому я пришла в процессе использования этого кушона, наносить его стоит не вбивающими движениями при помощи вот этого самого аппликатора подушечки, а именно размазывающими, вот такими. Именно благодаря такого метода нанесения покрытие получается максимально равномерным. К сожалению, если использовать с этой самой подушечкой притаптывающие такие вбивающие движения, как, например, я привыкла использовать, когда наношу любой тональный продукт при помощи спонжика влажного, здесь такой метод, к сожалению, не работает. Получается покрытие очень-очень плотным и при этом неравномерным, сухим и склонным подчеркивать какие-то микро-микро шелушения на лице. Но на самом деле, скажу один момент, что даже несмотря на то, что нанося вот такими размазывающими движениями этот кушон на мою комбинированную взрослую кожу, это средство имеет свойство к западанию в поры. Причем это видно очень-очень ясно, особенно на лбу посередине это заметно. Я буду взять на подсъемке, включать в тело этого видео, чтобы можно было чуть детальнее удостовериться. Как раз-таки сделая основной такой затест этого средства на даче, у меня была возможность заснять при дневном свете с наиболее таким максимальным дневным светом. И как раз здесь это можно заметить, что лежит действительно он не самым лучшим образом, суховато, суховато он лежит. Моя комбинированная кожа не очень любит суховатый финиш все-таки, хотя справедливости ради есть матирующие тональные основы, которые мне очень неплохо подходят. Одной из таких как раз-таки является вот такая вот Вилент Севен Дейс, но не об этом сегодня ролик. Мне в принципе немножко удручает вот это вот покрытие, которое он дает, потому что все-таки для меня люксовый тональный продукт, во-первых, это максимально все рабочие характеристики, когда легко наносится, прекрасно адаптируется, отлично носится. А тут у меня получается, что это кушен, который по идее как должен еще легче быть в быту, чем обычный тональный в стекле, например, из люксового сегмента. Но несмотря на этот факт, ничего особо конкурентоспособного здесь я выявить не могу, кроме классной упаковки. Ну и да, таким спонжиком я не сразу приноровилась наносить. Ну и, к сожалению, да, за счет суховатой текстуры наслаивать его крайне сложно. Моя кожа этого не понимает, и вообще, вот если сейчас еще более-менее как-то нормально, кажется, на камеру, ну красноту, конечно, перекрыл, то он выровнял, все отлично, но вот я вижу, как на носу, на лбу уже начинает западать это все в поры, а они у меня местами весьма-таки расширенные. Выглядит это не самым лучшим образом. Более того, скажу, в жару, когда я выносила более плотное нанесение как раз вбивающим методом при помощи этого аппликатора, оно еще хуже выглядело к вечеру, чем вот такой вот более тонкий слой. Сделаю тогда брови, сейчас быстренько вернусь. Ну и перед тем, как я приступлю к макияжу глаз, я хочу нанести на губы вот такой вот прекраснейший блеск бренда Diadalia, который представлен у меня в оттенке Stardust. Это нежно-розовый оттенок. Опять же, упаковка просто на самом высоком уровне. Невероятно приятно им пользоваться. И в теле этого блеска заключаются мириады микроблесточек голубого-розового оттенка. На самом деле на губах это не особо заметно. Да и в принципе, чтобы получить более яркий отбиск, приходится его изрядно наслаивать. Но по своим увлажняющим характеристикам, блеск мне очень-очень нравится. Нравится, как лежит на губах, нравится, как он сходит. И нравится даже, как он впитывается, оставляя какой-то легкий остаточный камуфляж после себя. Пробовала наносить его в жару, прям очень большую жару. И действительно очень классный блеск. Он не утекает даже в самую лютую жарищу куда-то за контур губ. И при этом он довольно-таки плотный и одновременно с этим комфортный, нелипкий. Аппликатор у него забавной формы. Это, в общем-то, классическая ложечка, но при этом такая в форме запятой немножечко, как будто. Не знаю, зачем они это сделали, быть может, для того, чтобы выделиться на рынке других аппликаторов в сегменте блесков для губ. Но на самом деле это не добавляет ему какой-то сверхфункциональности. Просто, ну, как бы, забавный, запятая такая. Очень классная упаковка, опять же. Мне кажется, я этот момент буду повторять в течение всего видео много раз. Она отлично защелкивается, тактильно приятная. И, в общем, сам по себе оттенок очень симпатичный. Я хочу приступить к макияжу глаз и буду делать его на своей одной из любимых баз последнего времени. И это NYX HD, который я использую преимущественно для обычных теней. Потому что NYX Ultimate я стараюсь использовать все-таки под там и тонуку, потому что она куда более липкая. И подожду, когда немножечко подсхватится эта самая база. В качестве теней сегодня у меня будет выступать вот такая вот двушечка от Диадалия, которая включает в себя как два матовых оттенка, так и один некий топпер, спаркл, шиммер. Некая такая субстанция, которую я бы отнесла в разряд симбиоза одной, второй и третьих текстурок, которые я сказала выше как раз. Здесь также есть маленькое зеркальце, но скажу сразу, краситься в него не очень удобно, проверено полевыми условиями, чисто вот такая вот своеобразная фишечка бренда. Но упаковка, опять же, очень классная здесь. Насколько я помню, таких двушечек на сайте Золотого яблока среди Диадалия было две. Одна более темная, другая более светлая, и кажется, у меня как раз-таки более темная. Называется она Coco Delight. Матовый нейтральный, соответственно, затемняющий оттенок и вот этот вот топпер спаркл. Начну, наверное, нанесение макияжа как раз с матового светлого оттенка. Матовые здесь очень даже неплохи по качеству. Они достаточно мягкие, неплохо наслаиваются, и даже когда под рукой нет сатиновых теней, чтобы зачистить как-то тушевку или более-менее плавно все это дело оформить, ими можно орудовать. Как раз-таки вот в полевых условиях проверку тест-драйвом эти тени у меня прошли, очень хорошо прошли. Стоит упомянуть, что прям в самую активную влажность, прям в самую-самую высокую влажность, к сожалению, эти тени на мне не выдержали. Не выдержал именно вот этот вот топпер спаркл, который я наносила в одном макияже на всю поверхность подвижного века. И он дал все-таки мне слабину, он у меня потек в складку. Но каково было мое удивление, когда я уже начала было открывать рот и начинать ругать его, я заметила, что он затек не очень страшно. То есть в принципе он какую-то легкую полосочку создал, но за счет того, что он не окислился, он в принципе неплохо уселся на века. Вот это вот его затекание в складку, оно было не столь очевидным, прям такие, чтобы, ну прям это было заметно. Например, как у Тануки у меня происходит, прям вот эти вот колбаски, которые, блин, скатываются, это прям ужасно. А здесь это было, ну, не особо прям видно. И в принципе я вроде хотела поругаться, постояла так, поогорчалась, а потом подумала, да в принципе не так видно прям. Взяла, разровняла пальцем и нормально все в принципе было. Опять же, это, наверное, упирается в саму структуру, в саму текстуру этого самого топера металлика, потому что он действительно похож немножко на какой-то спаркл, не просто на металлик, не просто на шиммер. А вот эти вот микро-микро сияющие частички, я не пробовала, честно скажу, текстуру Шарлотты Тилбори, но вот эти вот ее сияющие формулы, которые многие очень любят, особенно в взрослых макияжах, взрослых солидных таких вечерних образах, мне кажется, вот что-то здесь похожее есть. Обязательно нужно будет прикупить мне Шарлотту, чтобы в принципе хотя бы приобщиться к ее формуле, но почему-то в голову именно вот эти вот сравнения с Шарлоттой у меня идут. Далее возьму самый темный оттенок, который здесь представлен, и он тоже довольно-таки мягкий и хороший. Вот я сейчас тушевала, у меня вообще ничего из матовых не осыпалось никуда, и он сейчас очень хорошо будет как раз тушевываться с этим вот шоколадным. Опять-таки очень интересный рабочий момент, это способность вот этого вот матового светлого из палетки иметь способность к самонаслаиванию, и ложиться на веко гладко, и без пятен. В общем-то все очень и очень хорошо получается. Это далеко не самые крутанские тени, за которыми стоит бегать, но если выбрать их в качестве тревел-варианта, там рабочего такого поездки, путешествия, там, где нужен быстрый и симпатичный макияж, эта текстура очень неплохо работает. Даже, в общем-то, без каких-то зачисток под бровью. Довольно-таки гладко, довольно-таки ровно, и кожа века мелом не смотрится. На нижние веки также я продублирую самый темный оттенок, и на подвижные века хочу нанести как раз вот этот вот шиммера топпер, который в палетке. Он сыпется, но, тем не менее, он довольно неплохо набирается на кисть. Он суховатый. Несмотря на то, что здесь есть крупные частички, он не кукожит века и довольно плотно и равномерно лежит на коже. Но, да, в процессе нанесения, если его изрядно не стряхивать, он может осыпаться под глаз. Хотя вот у меня пока что, в принципе, терпимо. По крайней мере, то время, пока я им пользовалась, в походных условиях, у меня не было какой-то острой нужды защищать то, что у меня там под глаза упало, а страшным у меня там не пачкало. Но сам по себе, да, он рыхловат, и в палетке он немножечко все же сыпется сам по себе. Вот как-то так получается. Осыпаний особенных у меня здесь не возникло, но палетка, да, немножечко у меня тут грязненькая стала от того, что я набирала его при помощи кисти. Прокрашу тогда ресницы быстренько. Также почистила немножечко тушевку под бровью и готова к нанесению румян. Румяна у меня представлены в оттенке Forbidden Fig. И это, опять же, румяна в очень схожей упаковке с тенями для век. Только сюда в два отсека заключены пудровые румяна и кремовые румяна. Кремовые румяны более плотные, более пигментированные. И более пудровые румяна, они с легким шиммером в себе и более светлого оттенка. Я носила как эти, так и другие. И, знаете, я довольна как одними, так и другими. Это действительно два разных оттенка, которые можно при желании комбинировать между собой, а можно использовать по отдельности. Кремовые румяна, они чуть более плотные по текстуре, чем те же самые от Fenty румяна. Но, тем не менее, плотность цвета у них своя есть. Оттенок сам по себе классный. И, в общем-то, в рабочих характеристиках довольно-таки неплохие румяна. Мне они понравились. Не думаю, что я буду покупать еще какой-нибудь новый оттенок, но вот эти я совершенно точно оставлю себе. Они хорошо держатся даже в самую лютую жару на моем лице, как с родным кушаном, так и с другим тональным. Я пробовала. Вот я такие характеристики в кремовых продуктах особенно высоко ценю. Когда живо, красиво, так еще и стойко. Это вообще просто невероятно. Я, наверное, закреплять их не буду при помощи этих розовых. Просто в пролете выводов покажу вам, как те и другие соло выглядели на мне на щеках. И пойду, наверное, уберу блеск для губ, который очень классно увлажняет губы. И нанесу матовую помаду. Одну из трех, которые у меня когда-то при покупке досталось в пробниках. Эта помада до сих пор есть на сайте. Там несколько оттенков доступно. И была когда-то на сайте Золотого Яблока акция. Когда покупаете продукции, где дали на 2000, что ли, на 3, как-то так, вы получаете вот такой вот набор travel форматок миниатюрочек, их матовой помады. Это муссовая помада. Не самая стойкая по своей текстуре, но при этом имеющая в себе очень прикольный эффект плампинга. Не прям-таки охлаждение, как оно было представлено в матовой помаде от бренда The Balm, а именно плампинг. Прям на протяжении двух часов, трех, пока ты сидишь с этой помадой, реально чувствуешь, как она охлаждает губы. И они действительно вот первые 2-3 часа, пока идет эффект охлаждения, действительно вот разглаживает поверхность губ. Прямо это чувствуется, и прям это заметно визуально. Но результат этот на весь день не остается, и как только он постепенно начинает сходить, сходить начинает также постепенно и помада, и так как это муссовая, такая матовая формула вельветовая, муссовая, не самая стойкая, причем подвижная, она имеет свойство немножечко подсушивать губы. Ну или, по крайней мере, мои губы, склонные к сухости, этот эффект определенно замечают, и хочется добавить еще, еще, еще. К концу дня, в общем-то, губы выглядят не самым лучшим образом, но это муссовая помада а-ля матовая. Я, наверное, бы сравнила бы ее в степени покрытия, перекрытия и финиша, наверное, с муссовыми матовыми помадами от Rare Beauty. Вот у меня была одна такая, я на нее давным-давно делала обзор, если не видели этот ролик, можете посмотреть, это там новогодняя Denona была, и миниатюрки travel форматки бренда Rare Beauty. Вот как раз-таки матовая муссовая помада Rare Beauty мне показалась максимально схожа по финишу с вот этой вот помадой Diadale. Поэтому, если вам нравилась та помада от Rare Beauty, и купить ее не представляется возможным, то, быть может, Diadale сможет вам этом заменить. Но в этой есть эффект плампинга, прямо охлаждение, я прямо сижу, чувствую, как губы мои охлаждаются. У Rare Beauty такого эффекта вообще не было. Красивый эффект акварельных таких губ матовых, но это подвижный финиш. То есть, если я сейчас возьму салфетку и с твердым нажимом проведу по губам, она полностью сойдет. Она не застывает в ноль, она практически невесома на губах. Для тех, кто любит подобную муссовую текстуру, мне кажется, такая помада весьма неплохо подойдет. И вот какой макияж у меня сегодня получился с продуктами бренда Diadale. Уже сейчас, мне кажется, в макро можно заметить, как на носу и как на лбу плохо лежит этот тональный и портит просто весь макияж мне. Скорее всего, если бы я выбрала бы чуть более темный цвет, он бы лег бы, ну, лучшим образом, чем этот. И было бы, по крайней мере, не так сухо. Со временем, с процессом носки, этот склонный к матовости финиш преобразуется, становится похож больше на сатиновый, обычный. Причем он сходит не самым лучшим образом. Вот действительно, где-то вот есть пресловутые микроостровки пигмента, которые явно видны. Ну и, конечно же, не без матирующих салфеток все происходит в процессе носки этого кушина. Приходится все-таки промакивать, иначе действительно ближе к вечеру это похоже на какой-то прям, блин, жирный, блин, не очень красивый. Особенно в лютую жару это, ну, прям, особо активно заметно. Как всегда, апдейт этого макияжа я приложу в самом конце. Прокручу вам это все, делая эстафету. А пока, наверное, просто перейду к выводам. Тем более, я уже тестирую не первый раз. Покажу в пролете еще несколько макияжа с этими средствами. Начну, наверное, с того, что мне вообще не понравилось. К сожалению, к сожалению, как бы я не бодалась, но вот этот вот кушин, покупку которого я откладывала и откладывала, все-таки мне не пришелся по душе. Этот кушин лично для меня оказался не самым легким в нанесении и в процессе эксплуатации, в процессе носки мне с ним было не всегда хорошо. Есть в моей коллекции тональные, которые намного лучше лежат даже в такую лютую жару. А вот этот вот товарищ, это далеко не самый дешевый тональный продукт из моей коллекции, лежит намного хуже, чем бюджет. И это очень сильно меня печалит. К сожалению, первое знакомство с кушинами прошло у меня как вот первый, блин, комом. У меня он представлен в оттенке ньют беш. Это не самый светлый, не самый темный оттенок. Между делом, он мне неплохо подходит сам по себе. Хотя, быть может, на камеру я кажусь даже светлее, чем как руки там, то, что ниже. Но, тем не менее, в реальной жизни она мне смотрится очень натурально. Только покрытие у него суховатое и проваливается в поры он очень-очень явно. Также ближе к вечеру он где-то склонен подчеркивать шелушение или же лежать кусочками, островками пигмента. Это выглядит не совсем хорошо. Также он склонен очень сильно жирниться. Несмотря на то, что здесь заявлено легкое нанесение, здесь я его не вижу. И несмотря на то, что здесь заявлен финиш ближе к матовому, к сожалению, здесь также его не получают. Так что здесь провал прям вот по всем канонам. Вот кроме упаковки, честно, вот не знаю, за что его можно ценить. Вот лично по своим субъективным впечатлениям. Продукт, который ни туда, ни сюда, лично вот как по мне, это вот эти вот матовые, вельветовые помады Диодалия. Оттенки классные, финиш клевый. Охлаждающий плампинг эффект этих помад мне нравится. Но, сами по себе, это не самая любимая моя матовая помада. У меня были схожие. Как раз я говорила, Rare Beauty муссовая очень похожа. И я такие текстуры не очень люблю. Они мне все же с течением носки ближе к вечеру подсушивают губы немножко. И хоть первые там 3 часа, пока я ношу вот эти вот матовые помады, Диодалия, мне комфортно и приятно. Но, к сожалению, этот эффект долго не длится. И, несмотря на плампинг, охлаждение, тут как бы все-таки к вечеру все выглядит не совсем опрятнее, не совсем хорошо. Сухие корки имеют место быть, как вот во многих таких муссовых матовых помадах у меня и есть. И далее продукты, которые мне понравились. Блеск для губ бренда Диодалия. У меня он в оттенке Star Dust. Очень классный блеск. Конечно, можно сказать, что блески, классные блески, они в принципе везде похожи, как в люксе, так и в масс-маркете. Но этот, действительно, вот эта нотка гедонизма, когда продукт сам по себе классный, так еще и упаковка офигенная. Вот этим прям пользоваться очень хочется. Он очень хорошо и комфортно лежит на губах. Он не липкий, даже в самую активную жару не затекает никуда к подворотку, не норовит слезть каплей, белые полоски в носке не создает. И при этом его плотность, даже вот в остаточном таком, так сказать, следе, имеет место быть. И легким, приятным камуфляжем обволакивать губы не дает им пересохнуть даже в большую жару. К сожалению, у этого оттенка не настолько выраженный пигмент сам по себе, но я, в принципе, и хотела что-то такое себе подобрать. Он не особо сильно заметен своим розовым таким переливом на губах, но он очень натуральный, им легко в быту. Тот самый оттенок, который можно просто не глядя в зеркало, нанести быстро на губы и побежать дальше. Аппликатор у него удобный, сам по себе классный. В принципе, я рада, что он у меня есть, буду им дальше пользоваться. Румяна. Румяна. Еще больше румян, королеве румян. Румяна Диодалия. У меня они в оттенке Forbidden Fig. Классные румяна, как сатиновая версия, так и кремовая. Кремовая более плотная, стойкая, классная. Растушевывается на незафиксированном тональном, просто в два взмаха. Точно так же, как она налипает и более явно видна на щеках, вот эта вот другая формула сатиновых румян. Обожаю, офигенно. Да, вот это зеркало, конечно, глупенькая затея, как по мне, но зато добавляет своего определенного шарма этому бренду, к оформлению бренда. И вот эти румяна прямо мне нравятся. Классные румяна, мне они прямо завоевали мое сердце и займут достойное место в моей коллекции румян. Ну и, конечно же, тени Диодалия. Я хотела купить палетку, но поняла, что даже если понравится, может быть, вряд ли буду пользоваться. А вот такой двушечкой, трешечкой, я, скорее всего, буду в быту, в полевых условиях пользоваться намного чаще. И это такая двушечка, которая у меня представлена в оттенке Coco Delight. Сюда входит отдельный рефил такого шоколадного спаркла, спаркла металлика и два оттенка матовые. Матовые офигенные, классные цвета. Они легки в тушевке, легки в использовании, даже с такими travel кистями, даже грубоватыми и самыми детализированными. Ими можно прекрасно работать с этими матовыми тенями, точно так же, как и вот с этим вот спарклом, который здесь представлен. Невероятно классно. И вот что-то, наверное, похожее здесь угадывается с деноновскими тенюхами именно вот в плане полутона, именно вот изысканность, солидность подтона. Вот что-то похожее я вот как раз-таки вот в travel палетке деноны находила недавно. Именно вот по изысканности матовых и по подтону этого спаркла. Чисто вот такой вот нюдовый, роскошный, сдержанный, красивый макияж. Вот это прям очень классная идея. И я точно так же, если я хочу их оставить, и в будущем, когда я поеду, обязательно буду их брать с собой. Вот эти прям штучки меня очень прям порадовали. Поэтому, если вам интересно попробовать что-то у бренда Диа Далия, я бы вам, наверное, вот эти вот вещи советовала бы основательно. Вот это можно, в общем-то, пробовать, можно не пробовать, а вот с кушанными матовыми помадами я бы советовала бы вам подумать. Спасибо вам, что провели это время со мной. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, сумела для вас стать немножко полезной или же информативной в плане нанесения, в плане свочей. Увидимся мы с вами снова, как всегда, через 2 дня на 3-й. С вами была Саша. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok